Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы говорим про неделю крестопоклонную. Мы вспоминаем, и не только вспоминаем, но лично участвуем во встрече креста, который на богослужении выносится, и мы поклоняемся ему, и воспеваем Господа, который прошел через вот эти величайшие страдания ради нашего спасения. Почему? Вот почему такая неделя, такой воскресный день посвящен именно кресту? Да потому что, собственно, весь Великий пост — это и есть путь к познанию тайны креста Христова. И вот на этом пути мы совершаем какое-то молитвенное делание, мы постимся, стараемся выполнять вот каждое то христианское делание, которое ему дано. И немножко, может быть, мы ослабеваем, и вот, как говорят об этом святые отцы, церковь примерно в середине поста и дает нам уже соприкоснуться с крестом Христовым, чтобы духовно подкрепить нас. Дело в том, что неделя крестопоклонная, вот эти вот семь дней, которые будут, это действительно центральная часть Великого поста, и среда на этой седмице, на крестопоклонной седмице, она так и называется средопостная, да, то есть, действительно, это вот ровно середина Великого поста. И вот в этой срединной части покаянного Великопостного делания возвышается крест, как он возвышается над куполами наших храмов, потому что без креста нет христианина. И вот как некоторые достаточно мудрые такие духовники приводят сравнение, нательный крестик на шее каждого христианина, это вот, знаете, как иногда бывает раньше, на шею овечки вот вешали такой колокольчик хозяева, и такая овечка не могла уже заблудиться. Вот по звуку этого колокольчика можно было определить, куда она ушла. Таким образом, всякая такая овечка возвращалась обратно в стадо, и вот крестик нательный — это тоже такой вот как бы колокольчик, это знак, что мы свои для нашего Господа. Иногда мы можем тоже вот заблудиться, но у нас всегда есть вот этот знак, что мы для Господа свои. И как Господь, Он прошел через эти страдания, через крест, так и каждому из нас даются какие-то свои жизненные трудности, какой-то свой вот скорбный путь, через который мы тоже должны прийти. Но самое главное, и мало кто об этом задумывается, и многие из нас даже этого не замечают, дело в том, что без креста нет воскресения, но где крест, там и воскресение. На самом деле, именно вот так, где крест, там и воскресение. То есть крест Христов, он является свидетельством о воскресении Господа. Ведь по большому счету, да, страдания, они весьма велики, но на самом деле не настолько они продолжительны. И от креста до воскресения Христова всего три дня, а дальше уже бесконечное воскресение, воскресение на все века. Вот так и нам, пусть каждому из нас дается какой-то крест жизненный, и бывает так, что не спосылаются какие-то жизненные трудности, и иногда нам кажется, ну все, вот просто невыносимо. А ты вот отвлекись от этого мыслями, и пойми, что это вот несомненно закончится. Вот прими как есть и скажи, «Господи, я себя в Твои руки веряю, Ты сам мне помоги». И вот увидишь, что пройдет небольшое время, и эти скорби минуют, потому что с нами воскресший Господь, и всякий такой крест, он дается только на время. А вот воскресение дается навсегда. Вот знаете, в древней такой церковной книге «Лавсаик» там приводится такое повествование, как «Один разбойник, преступник был схвачен и приговорен к смертной казни, и вот ведут его на смертную казнь, а было такое правило, это Египет, древний Египет, было такое правило, чтобы его казнили прямо вот на месте его преступления. И получилось так, что вот какая-то процессия идет, и этот преступник оборачивается и видит, что тоже идет один монах и спрашивает «Авва, ты-то почему идешь за мною?» Ему этот монах говорит, что «Я иду посмотреть, как тебя будут казнить». Преступник спрашивает «Ну, разве у тебя нет кельи? Разве у тебя нет твоего какого-то делания молитвенного?» А тот ему отвечает «Да, но я очень ленив и расслаблен, и, может быть, когда увижу, как ты умираешь, то я приду в умиление и начну плакать, и тогда вот этот покаянный плач включу в свое молитвенное делание». И на это ему преступник отвечает «Возвращайся, Авва, в свою келью, потому что с тех пор, как Господь наш Иисус Христос пострадал и умер за грехи людей, смерти больше нет, и никто из нас не умрет навсегда». То есть вот этот, хоть он и был преступник, но, видимо, в его душе произошла тоже вот эта великая перемена, как в душе благоразумного разбойника, который за свои-то грехи был наказан, но он принял Христа. И вот этот казнимый, согласно повествованию Лавсаика, преступник уже горячо веровал во Христа, который пострадал за наши грехи и воскрес. И поэтому еще раз будем всегда это помнить, что где крест, там и воскресение, и воскресение оно нам навсегда. А крест — это как бы преддверие воскресения. И поэтому именно крест Христов, он и дарует зачастую жизнь. Вот вспомните, только-только святая царица Елена обрела крест Христов, а там было-то три креста нашли, да, и чтобы испытать, какой крест, стали прикладывать к умершему человеку, шла мимо похоронной процессии. Вот только обрели крест Христов, приложили его к почившему, и почивший тут же воскрес. То есть уже крест подает воскресение. Бывает так, что какого-то подвижника искушают бесы, но достаточно осенить такого беса вот крестным знаменем, и он тут же исчезает, уходит. И это действительно, это и в наши дни, если кого-то искушает падшая сила, являются какие-то демонические образы, они вмиг рассеиваются от крестного знамени. И бывает так, что к нам самим подступают какие-то греховные искушения, злые мысли, соблазны внутренние. Но вот остановись и внутренне, с таким сердечным сокрушением, призови Господа, осени себя крестным знаменем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И зачастую тут же в душе все умиротворяется, отступают эти злые вражи при рожении, потому что крест Христов несет нам воскресение. Вот почему на крестопоклонной седмице мы и поем перед крестом Господа «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». То есть воскресение, Христовый крест, они неразрывны друг от друга. И нужно думать не о том, что вот там какие-то страдания, а в том, что воскресение нам дается через крест. И оно неизреченно и бесконечно, как бесконечно неизреченен сам Бог. Воскресение осеняет такую вот радостью душу, что это не сравнить ни с чем, потому что сам Господь Бог, Который есть любовь, Он и несет нам великую радость. И вот поэтому мы, конечно же, великим постом, как раз вот нам напоминается о кресте Христовом, вот как знаете, когда богоизбранный народ выводился из плена египетского, из рабства египетского, и шел по пути к земле обетованный, преодолевали всевозможные трудности, и тяжко было. Вот нет воды. Нашли какой-то источник, вот помните, это место называется Мерра, а воды там горькие. И тогда по повелению Божию Моисей бросает кусок древа в эти воды, горькие воды Мерры, и чудесным Божиим действием воды стали сладкими. Вот это такой прообраз креста Христова, который на самом деле доставляет нам сладость духовную даже посреди такой вот горечи жизненных трудностей. И наше покаянное делание это тоже такой вот путь из плена, из рабства египетского, то есть из рабства греховным страстям, к земле обетованной, то есть путь к Царству Небесному. Этот путь может быть где-то тяжкий, и начинает где-то уныние, кого-то раздражение одолевает, но нам выносит вот этот крест Христов, который, прикасаясь с горечью нашей жизни, доставляет нам сладость и неизреченную радость. И крест Христов на самом деле это такой вот ключ к отверзению райских врат, потому что когда Адам и Ева согрешили, то изгнаны они из рая, врата затворились, и читаем мы о том, что Херувим с пламенным мечом стоит у дверей рая, ограждая вход от всех изгнанных, то есть от нас, от грешных людей. То есть вот это вот пламенное оружие в руках Херувима, оно грозно защищало райские врата от вхождения недостойных людей. А теперь дается крест Христов. Конечно, это не такое вот грозное оружие, а на самом деле, да, внешне-то оно кажется грозным, но на самом деле оно становится таким проявлением божественной любви, который и отверзает нам врата рая. Вот люди утратили рай через что? Через наслаждение, через поиск чего-то такого для себя, для своей корыстного, вкусить запретный плод, который казался им более значимым, чем сам Господь Бог, поэтому они утратили рай. А вот возвращаемся мы в рай противоположным способом. Если утратили через наслаждение, то возвращаемся через страдание. Если утратили через эгоизм, то возвращаемся через самоотвержение, через смирение. И это подается все через крест. А крест еще ведь это что? Это самое сокровенное и самое такое неизреченное проявление Божьей любви. Вот один подвижник, подвижник благочестия, который жил вот не так давно, к сожалению, не помню его имя, потому что однажды вот читал его жизнеописание, и мне запомнился вот этот фрагмент из его жизни, а имя я уже забыл. Так вот, он говорит о чем? О том, что зачастую какой-то очень такой вот яркий образ сердечного тепла, любви, он может запечатлеться на всю жизнь. И вот он вспоминает, как когда-то давно в детстве, когда он был совсем маленьким, он очень сильно болел. И непонятно было, выживет он или нет. И вот его мама, которая была глубоко верующей, она говорила, что я готова вот себя отдать на растерзание, лишь бы вот мой ребенок выжил. Я готова себя отдать на тяжкие страдания, чтобы он продолжал жить. И вот эта ее жертвенная любовь, вот эта ее сердечная любовь до самозабвения, до того, что она готова была себя на муки отдать, и запечатлелась в его сердце, как проявление вот такого удивительного тепла. А на самом деле, ведь Господь и явил такую любовь. Господь себя отдал на растерзание за нас, за своих непослушных чад. Мы все дети Божии, но дети непослушные. И Господь пришел в этот мир и понес за нас муки, когда его буквально терзали, раздирали и до креста вот эти вот предшествующие страдания, и в плане душевно-такого морального уничижения, потому что над ним всячески издевались, усмехались, в него плевали, всячески отвергали. И на кресте он испытывает муки вплоть до богооставленности, то есть все ради нас, вплоть до самых тяжких страданий, на уровне души и сердца. Вот он отдал себя на растерзание по любви к нам. И вот такая любовь Христова к нам, она нас и спасла, потому что Бог есть любовь, а любовь, она и спасает, она и воскресает. Не может никого воскресить чья-то ненависть, не может кого-то воскресить чья-то злоба. Это только губит, уничтожает, и едва мы сталкиваемся с чьей-то злобой, с чьей-то ненавистью. У нас все внутри тут же сжимается, сдавливается. Мы угасаем и чувствуем, что вот жизни нет. А когда мы сталкиваемся с чьей-то любовью, когда мы видим в ком-то неизреченное добро, вот, конечно, особенно, когда мы встречаемся с благодатной любовью, как я вспоминаю, известного старца, отца Кирилла, архимандрит Кирилл Павлов, когда вот у него в келье мы бывали, да, то такое чувство, как будто ты в раю, потому что чувствуешь удивительную благодатную любовь, не просто даже человеческую какую-то любовь, не просто человеческое душевное сочувствие тебе, а именно чистую, сердечную, благодатную любовь, очищенную от любой человеческой страсти, и в присутствии этой любви в тебе самом утихали любые тоже страсти. Вот эта любовь, она явилась во Христе нам на земле, и она нас воскрешает, потому что любовь невозможно убить. Всякая злоба, она только на время. Злоба может бурлить, злоба может проявляться и казаться каким-то таким огромным взрывом, да, но всякий взрыв такой, он тоже краткосрочен. И всякий грех человеческий, он только до какого-то предела. А вот Божья любовь, она бесконечна, как бесконечен сам Господь Бог. Вот эта любовь к нам проявилась через крест Христов. Иногда спрашивают, ну где же Он, Бог, вот когда мы так страдаем, когда столько бед сваливается на нас, так Он же с нами вместе. Он даже понес больше, чем каждый из нас. И когда Он, например, молился в Гефсиманском саду, то Он говорил, что прискорбна душа моя даже до смерти. То есть настолько душа его скорбела о нас, что как будто Он сам соприкасался с этой бездонной, страшной пучиной ада. Он скорбел о нас, и Он наши муки поднял на Себя. Но Он же их и победил. Он воскрес, и вот это воскресенье Он подает нам через крест. Поэтому великим постом мы все подводимся ко кресту Христову, чтобы знали, что мы не оставлены, мы с Господом. Да, мы грешны. Мы грешны, как тот разбойник, да как оба разбойника, которые висели по правую и левую сторону от Христа. Но наше-то дело какое? Либо вот мы уподобляемся злому разбойнику, который роптал, негодовал, говорил, если ты, Сын Божий, спаси себя и нас, а сам я к тебе безразличен, и мы все равно, кто ты такой, и вообще рай-то мне не нужен, просто верни меня к этой земной жизни. Вот позиция этого нераскаянного разбойника. И поэтому либо мы вот такую позицию являем, либо же мы, как благоразумный разбойник, говорим, да, мы достойно по делам своим принимаем, то есть жизненные трудности, какие-то скорби, вот все вот эти злоключения, мы принимаем, как наш личный крест, который дается нам от Бога, но мы понимаем, что и Господь, Он с нами рядом, и как вот в тот момент на Голгофе страждущий спаситель, Он находился рядом с благоразумным разбойником, и его же Он первым вводит в рай, потому что тот покаялся, говорит, я достойный по делам моим, принимаю, помяни меня, Господи, во Царствие Твоем. Вот, братья и сестры, крестопоклонная неделя, она нам и напоминает о том, что где крест, там и воскресение, А воскресение это бесконечная радость, это жизнь во Христе, так что отчаиваться и унывать нам повода нет, поэтому от всего сердца произнесем Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим. Аминь.